Модернизация. Теперь это модное слово пришло и в самую патриархальную структуру православной церкови. В Москве завершился архиерейский собор, на котором приняли ряд важных новшеств. Во-первых, священникам разрешили становиться депутатами, идти во власть светскую. Во-вторых, это уже важно для верующих, в церквях разрешили отпевать самоубийц. Ян Воскресенский расскажет подробнее. Православные люди теперь не должны общаться с этим человеком. Псковский журналист дописался до проклятия местного митрополита, но сам-то он убежденный атеист. Выходит, и от церкви отлучить не могли, зато сильно обидели. Это, естественно, меня возмутило, и масса была откликов в интернете после того, как они опубликовали. Анафеме журналиста предали за статью в «Коммунистической правде» про то, что в местном монастыре царя совсем не христианские порядки. Нередко можно увидеть монашек и послушника, сбегающего сюда в самоволоку, чтобы распить бутылочку, покурить, посплетничать. Теперь церковное руководство призывает внимательнее разбираться с такими случаями, не проклинать клеветников сгоряча, а отстаивать репутацию, причем не только на церковном суде, но и в гражданском. Не устраняться от участия в светской жизни. Вот новый принцип православной церкви. Даже ее структура уже вполне напоминает общегосударственную. Есть исполнительные органы, совещательные, представительные. На заседаниях духовных лиц дискуссии не тише думских. И впервые в новейшей истории священникам разрешили идти во власть. Синод может в определенных условиях разрешить конкретному священнику идти на выборы. То есть это означает, что священник не может решить сам. У меня в душе жар птицы и тоска по государю, и поэтому я иду на выборы. Нет. Прежде духовенству было строго запрещено участвовать в политической жизни. Тех, кто нарушал запрет, отлучали от церкви. Так произошло с отцом Глебом Якуниным, который решил стать депутатом в Рясе. Стал резко критиковать московскую патрахию, из-за этого меня лишили сана, а потом даже и отлучили. Но я считаю, что это для общего дела даже полезно. С отцом Глебом связаны исторические кадры из Госдумы, когда вся страна увидела, до чего доводит неистовое законотворчество. Все за мной перечисляемые. Кто еще не проголосовал? Теперь в церковном руководстве посчитали. Добавив к крестам депутатские значки, священники смогут проверять законопроекты на соответствие библейским канонам. Правда, политические деятели к такой конкуренции пока не готовы. Есть норма в Конституции, что церковь отделена от государства. Поэтому, будучи избранными, они, видимо, не могут представлять именно церковь в этом органе власти в личном плане. Но церковные перемены на этом не заканчиваются. Духовное руководство призывает стать гуманнее, даже если для этого нужно пересмотреть прежние положения. Священникам разрешили отпевать самоубийц. В Петербурге такие молебны уже совершают, но в исключительных случаях. Приходят люди, у которых действительно человек, например, наблюдался в психоневрологическом диспансере. Или человек был наркоманом, или алкоголиком. И он наложил на себя руки в таком состоянии. И в таком случае мы обычно посылаем человека в епархию, и человек получает разрешение на церковные отпеки и поминовения. Соответствующие инструкции получат во всех регионах. Церковный совет будет следить за тем, чтобы решения архиерейского собора соблюдали все без исключения. Даже самые консервативные священники, а то на местах бывают перегибы. Теперь всем поручено не отклоняться от курса на церковную модернизацию. Ян Воскресенский, Ксения Некрасова, Светлана Шишкина, Владимир Тихонов, 5 канал.